И всем привет, мои маленькие любители трейда, с вами как всегда Кунька Присутся, как всегда на моем канале сегодня всего лишь 37 трейдов, это наверное антирекорд впервые за долгое время, ну ладно. Гифт, спасибо огромное, спасибо большущее за карточки, за сольку, очень приятно получать такие подгонщики, реально очень сильно мне это выручает, спасибо вам большущее, друзья. Привет Кунька, вот тебе подгон, удачных тебе трейдов, можно в обзор инвентаря? Конечно же можно, с удовольствием тебе туда добавлю. Следующий чел спрашивает, какой кейс я ему могу дать за такие наклейки, но знаете, я бы за такие наклейки засунул бы в один какой-нибудь такой кейс его и спустил бы с горы, желательно с Эвереста. Привет, ты на USP есть дорогая наклейка, если заинтересовал, можешь кинуть контр, если нет, удачи в трейдах. Спасибо большое, у тебя тоже удачи в трейдах, если для него такая дорогая наклейка, вы прикиньте, что с ним будет, когда он видит сколько стоит титана, там вообще инфаркт будет у человека. Удачи в трейдах, спасибо огромное, дружище, тебе тоже удачи. Куньки, честно, я хз сколько, но надеюсь пойдет, не обижайся, пожалуйста, если что-то не так. Да, чё здесь не так, забирай вообще, за милую душу, ещё и карточка, спасибо тебе огромное, забирай, дружище. Дальше здесь как бы нулина, но здесь 100% от одной наклейки, вот они уже 200 рублей мне в минус, такое мне неинтересно. Я не особо шарю, но вроде за флот на калаше есть переплата, ну да, есть какая-то небольшая, возможно даже нулина здесь. Дальше здесь человек просит 100% от одной наклейки, когда их 3 штуки, а ещё при этом полностью игнорируя 0,7 флот на моём калаше. Ммм, ну это слишком гениально, наверное, но чтобы вы понимали, чтобы 100% от одной, это чаще всего надо иметь 4 наклейки, есть исключение, когда 3, но это точно не это исключение. Исключение это то, что он дожил до такого возраста. Дальше опять же нулина, ничего плохого говорить не буду, дальше здесь человек спрашивает, сколько стоят эти два углака, я даже контр не буду кидать, потому что стоят они до хрена, и человеку не хватит ни хрена. Дальше здесь минус 9%, естественно, мне такое неясно, мне такое непонятно, почему это я должен переплачивать 9%, по-моему, может и этот человек мне столько переплатить. Естественно, Юсупа я уберу, потому что, ну это Юсуп, извините меня, с дорогой наклейкой, ага, а больше у человека ни хрена и нет, да, чтобы до 9% добить. Ну так, да, так мы будем Дышачьи Пасхи добивать, о, кстати, это крафт на рыцарь было, если что, вот он он, кому интересно, да, такой вот дигл есть у меня красивый, ой, дигл, револьвер, извиняюсь. Так, а что мы можем заменить? Мы можем заменить, ну, если мы в теории заменим кал, блин, кал, если мы заменим кал, то будут анализы нормальные, шучу. Так, сейчас, подождите, соберёмся с мыслями, убираем это, убираем это, и ставим калашик пожелания на ночь, да, пожелания на ночь, где оно? А я его не вижу. Так вот, план делался только что здесь был, ну, пускай, а вот он, подождите, мы вот так ставим, 11%, ну там с учётом того, что там наклейка, извините меня, за 16 тысяч, ну ладно, там она не за 16, а за 10, то я считаю, ну, в принципе, нормальный трейд, давайте такой трейд сделаем. Я не устану повторять, что я никому ничего не должен переплачивать, если человек пришёл ко мне за скинами, пускай он мне и переплачивает. У меня такая эмка уже есть, мне ещё одна, понимаете, одной больше, одной меньше, мне без разницы, а вот плюс мне нужен, поэтому, если человек считает, что я должен ему столько переплачивать, пускай он мне столько же переплатит. Удачи по жизни, хороших трейдов, спасибо большущее, никнейм у тебя, конечно, многообещающий, но ладненько, приму я эту сольку, спасибо большое, дружище, и тебе тоже удачи, но надеюсь в нормальных делах, а не всяких таких. Дальше здесь человек просит переплатить ему за наклейку, причём переплатить 400% за наклейки, это, ну, реально, он что, в детстве просто в каждое дерево головой впилился, в каждый столб, у него реально в семье был такой прикол, голубани сына в стол, а в стул, я не знаю, во что угодно, но просто, ну, прикиньте, человек просит 400% от наклейки, ну, что это за идиотина. Дальше, нулевой трейд, спасибо огромное, мне это неинтересно. Дальше, кукунька, отдай игруху эту уже, не, не отдам, мне сегодня настроения нет на это. Дальше здесь у нас просто карточки, просто солька, ага, от человека, который, блин, взял, попросил кинуть ему трейд, и потом меня мурыжил с этим трейдом, два или три дня он его не принимал, поэтому оставь себе, ну, в задницу ещё обеднеешь здесь, нет, спасибо. Дальше, здесь человек попросил сделать ему контр, блин, здесь наклейки, у меня вишни в неадеквате, ай, блин, а я ему пообещал сделать контр, угу, блин, и здесь наклейки, и здесь так, и здесь сяк, я что-то даже не знаю, блин. Ай, господи, мама, роди меня обратно. Короче, так сделаю, поменьше процент возьму, не знаю, согласится, хорошо, не согласится, ну, ладно, ну, типа такой трейд, я не знаю, вообще за эти непомехнули переплатить. Что-то на гениальном, да, то есть, за рандомный стак наклеек мы будем просить столько, ну, да, ну, да. А, у него ещё при этом нормальные скины есть. Ай, какой же ты конченый клоун, на самом деле. Ну, не, ну, правильно, он же кейсы мне забирает, что бы 49% не залутать с наклейками такими. Дальше здесь вообще человеку не хватит никак, кстати, помню предыдущую свою ручную роспись, я также обменял на керамбит ручную роспись, но здесь человеку не хватит. Минус 8%, БССТ, на такое даже контр кидать не буду. Посмотри, СТССГ в моём инвентаре, КСМА не говорит, что там редкий флот. Есть ли переплата за него? Трейды пока, трейды пока в бане, чего, а это тут при чём? Ну, раз есть, значит, наверное, есть. Дальше здесь минус 23%, и плюс ко всему, конечно же, полностью игнорируется фулл стак катавицы 2014. Ай, чтоб ты за нозу тебе себе в ноготь загнал, я не знаю, сантиметров 5. Дальше здесь человек спрашивает, сколько стоит эта бабочка, и знаете, ну я не против, когда люди интересуются, но я против, когда такие конченые идиоты с инвентарём в 10 тысяч вообще спрашивают. Ну и чё, ты думаешь, что тут чё, надо количеством, что ли, брать? Вот на полном серьёзе, типа, я возьму твои 472 наклейки, это будет логичный трейд на такую бабочку? Или что? Или как? Или чё? Или они вырастут, да? То есть они вырастут в 7,5 раз. Угу, а ещё мне нужен плюс, значит, где-то 8,5 раз. Вот нахрен такие трейды вообще такие клоуны отправляют, но я на всякий случай закинул репорт, пускай откисает. Следующая кончалыга тупорылая, 50% от наклейок. Да, то есть даже здесь больше 50 выходит, извиняюсь. Ну, давайте так, 60% от одной наклейки на ВВСТ, с этой нахрен никому не нужной наклейкой, и в минус 15% как бы. Ну да, ну да, нет, здесь есть небольшой вирзофлот, базар Азира, но акцентировал на это. Я чё, это серьёзно? Ну хрен с ним, 4 тысячи буду переплачивать за наклейку? Тут 10% это 700 рублей, человек просит 4 тысячи, ты чё вообще, окстись, иди в церковь и помолись, блядь, чёрт. Оцени инвентарь сладкий, давненько тебя не смотрел, как у тебя здоровье? Чё ты мне давно не смотрел, зараза такая? Да здоровье чё, у меня всё нормально, жив, светую пахну, как говорится. Вроде не пахну, а не воняю, значит вроде жив. Держи сольку для разгона, спасибо большущее, подожду пока ты поднакопишь, потому что говорил уже народ, принимают стасоль, потому что вас очень много становится, ну и не хочу стим привлекать внимание его. Минус 3%, не критично. Дальше плюс 7%, здесь оверзо наклейки, уже эти никакие не 7% плюса. Ну и опять же, нахрена мне 3 этих эмки, ну вообще не понимаю. Рейд, посмотри нож, пожалуйста, и коллаж, что можешь предложить в обмен на них? Хочу разменять на перчи и нож подешевле. Спасибо. Ну тут по-моему дефолтная третья фаза, кстати, аккаунту 19 лет. Ну да, дефолтная третья фаза, а я не знаю. А у меня есть чё разменять-то? Я бы, в принципе, был бы и не против. Но у меня получается вот так и вот так. Ну так, ладно. Это тоже дорого. Вот так. 24. 24. Ну и как? Ну и чё я здесь делаю? Эти перчи, они очень дорогие. Тут за флот больше, чем вот эти стоят. Да, то есть это я не могу предложить. Калашик мне этот не интересен, на самом деле. То есть, ну да, здесь имеется крафт, дримхак, это может даже кому-то и зашло бы такое, но мне такое неинтересно. Давайте чё-нибудь минимальное так накину, чтобы ну минимум размена было. Так, ну мне получается где-то надо в районе, блин, третья фаза, конечно. Ну а нахрен с ним, я думаю, кому-нибудь я смогу вытолкнуть. Ну так, если мы сделаем, сейчас пересчитаю. Коротенькая реклама. Здесь вы сможете выкладывать свои объявления на трейд. Здесь я лично всё фильтрую, поэтому, пожалуйста, свободный доступ, выкладывайте объявления на трейд в моей группе. Также вот он, консультант по наклеечкам, все вопросы с наклейками к нему. В этой группе вы сможете почувствовать себя кунькой ТВ, а именно предложить пост с каким-нибудь клоунским трейдом и сделать свою оригинальную подпись. Естественно, я ваш пост пропущу, а также поставлю на него первый лайк. Если вам, как и многим, не приходит оповещение на Ютубе, пожалуйста, есть мой Дискорд. Вы здесь также можете общаться, обмениваться и при этом получать всегда оповещение, как только выходит новое видосы на канале. Ну и если вам неудобно смотреть мои трансляции на Ютубе, пожалуйста, теперь я есть и на Твиче. Все ссылочки будут в описании. Переходите, подписывайтесь. Ну да, примерно такой трейд получается, даже с овером за флот здесь не особо сильно он решает. Поэтому, ну давайте такой сделаю трейд, не знаю, согласится он или нет, потому что здесь тоже овер за флот имеет. Кстати, он здесь примерно такой же, как и здесь. Продолжение предыдущего трейда. Удачи в трейдах поменьше тебе, мамкиных бизнесменов, бросающие трейды тебе в минус. Народ, я не против трейдов в минус, я сам кидаю людям трейды в минус. Я прекрасно понимаю, как работает трейд и заработок. Я против, когда конченые просят по 50, по 40, ну выше 10%, потому что я лично поставил себе потолок в 10, да, то есть, ну это моя личная инициатива. Вот, а какие-то конченые просят там по 20, по 17% себе в плюс, ну это просто капец. Ну да, в оценочку добавил, но просто фон брать не буду, спасибо большое. Кукунька, держи солей, можешь глянуть на калаш редлайн. А зрителям всего хорошего. Ну давайте быстро чекну, что там такое на калаше редлайн. Ну как показывает практика, чаще всего нихрена. А, ну да, просто охрененный редлайн, я вообще не знаю, за что там человек чего просит и зачем на него смотреть. Ну реально, вот логику я вообще не понимаю данных людей. Стандартный БС калаш 0,4,5,5,5, это ничего ему никак не добавляет. Дальше минус 12%, на такие перчатки даже контр делать не собираюсь. Минус 8%, но здесь у человека, по-моему, нихрена нет. Водокид, по-моему, здесь даже, а не, подождите, а не, не хватит. Даже если я вот так делаю, тут только 3% будет, 4%, но, понятно, здесь человеку никак не хватит, в принципе, как и предыдущему. И вот опять же, вот смотрите, тупая мразь берет, закидывает мне в 13% минус, БСК, наклейкой. И здесь еще оверзан за флот примерно 2-3 тысячи рублей. Возьмем 3 тысячи, итого 7 тысяч, то есть, ну, 7 тысяч мне минус, это в районе 20%, 20% от 100 тысяч, напоминаю, это 20 тысяч рублей. Поэтому не надо смотреть на суммы, надо смотреть на проценты, трейди смотрят на процент. Мне насрать, сколько это будет там в проценте, да, то есть, на большом трейде 5% это может быть 5 тысяч, на маленьком всего лишь 50 рублей, да, но важен процент, а не сумма. Пред куньки, вроде норм обмена, флота неплохие, если что-то не так, кинь контур, удача в деле. Спасибо огромное, вообще не имею ни малейшего желания пересчитывать такое огромное количество скинов, и плюс ко всему, здесь больше переплат за флот, чем на всех этих скинах вместе взятых. Саламу алейкум, в оценку инвентаря, пожалуйста, и крепкого тебе здоровья, спасибо огромное, тебе тоже крепкого здоровья, и в оценочку с удовольствием тебя добавлю. Прости, что закрыл профиль, посмотри инвентарь, скины в бане, но думаю, просто посмотреть можешь, тебе удачи в трейдах, хорошо, в оценку еще раз добавлю. Если опять будет закрытый профиль, но закрытый инвентарь, ну, сам понимаю, что с тобой будет. Ну, с трейдами, конечно, сегодня все печально, на самом деле, потому что, ну, нихрена новых сделок нормальных не приходило, вот, поэтому вот так все печальненько, ничего с этим не поделать, народ. Напоминаю, что если вы хотите со мной обменяться, моя ссылочка на трейд всегда находится в описании видеоролика, переходите по этой ссылочке, выбирайте скинчики, которые вас заинтересовали, выбирайте скинчики, которые вы готовы отдать, и подпишите. Кунька, я не шарю, если что, сделай контр-предложение. И все, народ, я пересчитал, вы дали в плюс, почему бы не принять. Дали в минус, не критично, я либо сделал контр-предложение, либо отклонил, но над вами или вашей мамой я шутить не буду, я вам это лично обещаю. На этом у меня сегодня все, спасибо вам огромное за ваши лайки, подписки, комментарии, народ, они очень сильно мотивируют меня делать видосы дальше, за это каждому из вас огромнейшее спасибо, ссылочки, которые вас смогут заинтересовать, будут в описании этого видеоролика. Ну а с вами был Кэкси, Дакунька, желаю всем позже подружек, адекватов, тиммейтов и дорогого шмота. Всем удачи, народ!